Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. В эти дни работаем в Санкт-Петербурге. Говорим об инновационном развитии экономики и новых экономических реалиях. В нашей студии заместитель председателя правительства Республики Саха, Якутия Анатолий Семенов. Добрый день. Вот мы сегодня много говорим о важности инновационного развития регионов. Вообще этот путь мы начали довольно давно. Мне кажется, особенно серьезным образом мы начали задумываться о научно-техническом развитии и технологическом суверенитете, наверное, в 2014. Сегодня вот пристальное внимание к этому вопросу. Поскольку вы давно работаете с этой темой, можете ли вы сказать, насколько сильно отличаются подходы к научно-техническому развитию регионов от начала пути к сегодняшнему дню? Да, Надежда, очень правильный вопрос. Действительно, я считаю, что если смотреть даже 2014 год, хотя прошло всего 10 лет, на самом деле изменения кардинальны. Причем эти изменения идут, я считаю, последние два года. То есть, как в русской пословице, надо русскому мужчину прижать стенки, чтобы не было выбора. Когда у нас нет выбора, мы всегда начинаем уже действительно реальное действие. Это я про что? То есть, конечно, сейчас есть критические технологии, и это было понятно, что Россия должна сама их производить. Мы можем это делать, и мы видим, какой за последние два года большой спрос вообще на любое производство местное появляется у крупных компаний, у местных производителей, потому что действительно вот эти санкции, они пошли на пользу. Я считаю, что я сам экономист по образованию, я считаю, что лучшие меры поддержки вообще, чем санкции, для поддержки местного производства, невозможно придумать. Но это реально так, потому что когда мы заступали в Всемирную торговую организацию, когда мы должны были соответствовать углеродному следу, платить какие-то там непонятные пошли, чтобы наша продукция соответствовала каким-то европейским стандартам. Мы же понимаем, что это все дело для того, чтобы просто ограничить. Конечно, это было и дешевый импорт, вот эти ограничения, все очень сильно давило на местное производство. Сейчас, как только рынок освободился, смотрите, мы за несколько лет научились делать практически все, и оказывается, все это можно делать. Вот сельского хозяйства, заканчивая авиастроением, микроэлектроникой, ну пройти я вообще молчу, то есть это наша вообще самая сильная страна всегда была. Поэтому в Якутии мы тоже это чувствуем, у нас такие крупные компании, как Алроса. Раньше мы с ними дружили, там, как там говорят американцы, чанец на двери, там, да. Сейчас мы с Алроса, даже мелкие компании, резиденты антипарка делают большие проекты для Алроса. То есть мы заключили соглашение, там, два года назад вводятся санкции, у них там выходит крупная компания, и наши якутские антикомпании делают замену продукта и делают гораздо лучше. Алроса довольны. Там около 15 компаний сейчас в этом проекте задействованы. Для нас это дополнительный спрос, рынок сбыта. И после того, как мы сделали это Алроса, мы это продаем другим гормонным компаниям, потому что Якутии, опять же, несмотря на санкции, два года назад промышленный рост составил 10%, сейчас, ну, чуть меньше, но тоже большой рост. То есть у нас там идет добыча газа, нефти, выяснилось, что весь мир не может делать без российского газа нефти, угля нашего там. У нас рост идет по всем направлениям, и поэтому у нас очень много, очень большой рынок горнорудный в Якутии, там, два с половиной триллиона ВРП у нас уже, он вырос, там, за пять лет почти два раза, и мы видим большой спрос горнорудных компаний. То есть для местных компаний сейчас тренд — это вот импортозамещение для крупных компаний. Поверьте мне, там огромный рынок, очень много чего сделать. Тем не менее, для масштабного роста бизнеса, конечно же, в определенный момент не хватает внутреннего рынка, и, в общем, стремление поставлять услуги и продукты на экспорт, оно вполне логично. Можно ли сказать, что уже сегодня отечественный IT-рынок упирается вот в эти границы внутреннего рынка и стремится уже за эти границы, за пределы? Да, безусловно, на самом деле, вы знаете, даже на фоне санкций видим, если ты делаешь действительно качественный продукт, есть примеры в России даже на фоне санкций, покупают микрофоны российские, оптику, там, еще что-то. То есть, когда ты делаешь очень качественные вещи, все равно будут покупать. Так же, как мы покупаем там через параллельный импер до сих пор что-то. Так же и зарубежные страны покупают. Поэтому мы не отказались от внешних рынков, мы работаем, осваиваем большой азиатский рынок, мы близко находимся. Это Китай, Индия, другие страны. Работаем. С Китаем мы дружим давно. У нас как раз в четырнадцатом году был открыт офис Экнопарка в Янтай. И есть примеры хорошие, когда наши ребята выходят на внешние рынки. Не просто, но это возможно, на самом деле. Потенциал для роста вот на китайском рынке для наших IT-компаний как оцениваете? Ну, китайский рынок, он такой закрытый довольно. Да, ну, допустим, если брать там рынок игр, как пример, потому что мы всегда сильные были в играх, то спокойно. Мы через китайские издатели продаем наши игры. У нас есть куча примеров, где миллионы компаний вырастают. И мы там конкуренты с вас. Да, мы просто продаем через китайских издателей. Они просто берут свою процент. То есть решаете проблему барьера. Дистрибьюции, да. То есть мы производим как девелоперы, а дистрибьютирует китайская компания. И вот там часть средств мы получаем. То есть как там, лучше иметь 50% от миллиарда, чем 100% от ноля. Поэтому мы так приспособились, работаем с китайским рынком нормально. Ну вот IT-среда является частью большого такого сегмента, который называется креативная экономика. Экономика, ориентированная больше на создание чего-то уникального, связанного с интеллектуальным трудом. Как вы считаете, в перспективе ближайших пяти лет, какую долю креативная экономика может занять в ВРП, в валовом региональном продукте? Насколько важно ее развивать сейчас? Я бы вот креативную экономику не стал изменять в ВРП. Это очень такая любимая наша история, измеряйте в ВРП. Но вот мы первыми в стране приняли концепцию развития креативной экономики в 19-м году. Сейчас мы разработали стандарты развития креативной экономики для регионов через ОСИ. Это несмотря на то, что это понятие очень... Да, мы с 19-го года просто начали этим заниматься. И 27-го апреля глава республики подписал указ стратегический о развитии креативной экономики, где четко написал метрики. Сколько должно зарабатывать наше кино якутское, которое сейчас снимает 20 фильмов в год. Сколько должно зарабатывать? Два с половиной миллиарда. Это реально? Это реально. Вот сейчас наш фильм «Карина» про девочку, которая выжила в лесу. Якутская девочка. 12 дней в лесу одна выжила с собачкой. Этот фильм собрал только на якутском рынке 49 миллионов. Это лидер сейчас проката в России. Топ-3 входит. И это без стримовых площадок, без ОКО, без ВИНКО. Но я хочу что сказать, что мы измеряем один из показателей – это рабочие места. Для субъектов важно, вот мне как члену правительства, важно рабочие места. Дело в том, что горнорудные компании, у них объемы растут, а количество рабочих мест не так линейно растет. Мы сейчас видим роботизацию, автоматизацию. Пойдет безлюдные карьеры. Поэтому соревноваться по ВРП с горнорудными компаниями, нефтедобывающими, мы не собираемся. Наша задача, вот мы сейчас в «Креативной экономике Якутии» 48 тысяч работает. Это ювелиры, это мода, это дизайн, это музыка, это кино, геймдеп. И мастера наши, которые ножи делают, хамусы. И 45-48 тысяч. Задачу «Югла» поставил в 1930 году 70 тысяч человек. И это важно. У нас в концепции богатые и счастливые люди. Люди должны себя реализовать. Мы сейчас строим кинопавильон международного уровня вместе с Минвостоком. Там будет студия XR, где вот мандалорцы снимали. Мы же креативный кластер построили, и он уже полный. Места не хватает. Мы сейчас строим кинопавильон полного цикла. Там с XR-студией, там с Бутафорской, с выездными камерами. Камеры Арии там покупать будем. И мы будем делать кинорибейт, и к нам будут приезжать, надеюсь, не только якутские кинопавильон со всего мира и России. И Индия заинтересована сейчас в фильме у нас снимать. Поэтому креативная экономика, она еще такой product placement. То есть он будет тащить там не только, но и тащить туризм, допустим. Вы знаете, что через кино там Мурманск область развивается там, да? Через фильм Толкина «Ласилин Калес» развивался там Новая Зеландия, да? Где Шир у нас, да? Новозеландская авиакомпания так выжили на самом деле. И мы считаем, что вот кино, оно по-другому измеряется. То есть креативная экономика измеряется не только в клану ВРП. То есть и в креативных индустриях очень много технологических задач на самом деле. То есть точка роста инноваций. Да, и по софту, и по оборудованию. Вот у нас сейчас снимают камеры Canon, да? Надо же делать российские тоже, да? То есть там очень много задач. Мы зададим этот вопрос. Спасибо. В нашей студии был заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Анатолий Семенов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова